всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса как вы видите мы находимся на красной площади и не просто на площади тема сегодняшнего ролика это агорафобия и конкретные практические шаги которые позволят вам справиться со страхом самостоятельного передвижения и со страхом открытых пространств широких площадей а это собственно и есть агорафобия поэтому сегодня в этом ролике вы увидите конкретные пошаговые рекомендации как справляться с самостоятельным передвижением и самое главное вы увидите основные ошибки которые кроются за страхом самостоятельного передвижения и так сегодня вы увидите 7 основных шагов которые помогут вам справиться с агорафобией вы увидите 7 основных ошибок которые не нужно делать чтобы справиться с агорафобией а также серию рекомендаций которые наоборот делать нужно чтобы начать передвигаться самостоятельно по вашему городу. Ну что же, давайте с вами начнем. Основные ошибки, которые человек совершает при проблеме, связанной с агорафобией. Я перечислю 7 основных ошибок и 7 основных рекомендаций. Но сначала я хочу рассказать о самой главной, типичной ошибке для агорафобии, для тревожно-фобического расстройства. Главная ошибка заключается в том, что человек так или иначе верует в то, что вам угрожает какая-то опасность, и эта опасность является какой-то болезнью или приступом. И эти приступы у вас формируются независимо от вас в разных обстоятельствах жизни, и вам могут не успеть оказать помощь. Или вы не успеете помочь самому себе, или вы не успеете справиться с этим. Проще говоря, агорафоб совершает главную ошибку. Он верит в то, что у вас есть, у него есть какая-то болезнь, и он верит в то, что если он идет далеко от дома, он не успеет убежать домой, ему не помогут. Или если он пойдет один без родственников, ему не успеют помочь. Вот здесь возникает главная ошибка. Итак, шаг номер один, который вам надо запомнить, или ошибка номер один, который не нужно совершать. У вас нету никакой болезни в организме, которая вызывает какие-то приступы, где вы можете умереть, и вам потребуется какая-то помощь, чтобы с этим приступом справиться. Итак, основная ошибка агорафоба, слушайте меня сейчас очень-очень внимательно, заключается в том, что вы верите в то, что у вас есть наличие какой-то болезни, которая может вызвать так или иначе, какой-то приступ, с которым вы можете не справиться самостоятельно, и вам нужны либо люди рядом, либо вам нужна фармакология рядом, либо вам нужна какая-то скорая помощь рядом, и если у вас пробка, и вы в пробке находитесь, либо если вы находитесь где-то далеко от дома, вы якобы не успеете домой, потому что вам надо быть дома, и дома вы якобы не умрете. То есть ошибка заключается в том, что вы думаете, что у вас есть какая-то болезнь, которая вызывает какой-то приступ, а это не так. Итак, шаг номер один или ошибка номер один заключается в том, у тебя нет никакой болезни, которая вызывает какие-то приступы, и никогда не было. Это очень важно понять. Ошибка номер два или очень важный момент второй, который тебе надо запомнить. Твои органы, твое сердце, твое отдыха, твои легкие, твой головной мозг, твои сосуды не видят передвижения в пространстве. Что-то сидишь дома, или что-то ушел на рынок, или что-то ушел на Красную площадь, там, в десятки тысяч километров от дома или, там, в километре от дома. Твои органы не в курсе. И у тебя не возникает паники, или у тебя не возникает какой-то приступ, потому что ты далеко от дома. Когда ты далеко от дома, твои органы не видят, где ты находишься, но видишь только ты. И получается следующим образом. Ты испытываешь тревогу, потому что, вспоминая ошибку номер один, уверен в том, что тебе угрожает какой-то приступ, с которым тебе не помогут, если ты далеко от дома или у тебя нет рядом родственников. И поэтому ты делаешь ошибку. Ты говоришь, у меня есть какие-то приступы, и мне надо, чтобы рядом были люди, или чтобы рядом были родственники, или чтобы я был недалеко от дома. Тогда мне, типа, не умру. Но вспоминай ошибку номер два. Твои органы не видят, где ты находишься. То есть, если я проведу эксперимент, и завяжу тебе глаза, и буду перевозить тебя из горы, из места в место, и ты не будешь знать, что ты передвигаешься, ты будешь себя чувствовать нормально. Как только я сниму повязку и вытащу у тебя, беру уши из уш, и ты увидишь, что ты далеко от дома, тебя резко накроет. Почему? Потому что, увидев, где ты находишься, у тебя моментально произойдет мыслительный процесс. Ой, а тут же может быть опасно. Ой, а если со мной что-то случится, мне же не помогут. Ой, а я же далеко от дома. Ой, а я же не взяла с собой фармакологию. Ой, ой, ой. И начнутся как раз вот эти самые проблемы. Это понятно? Итак, шаг номер три, или ошибка номер три, заключается в том, что тебе надо запомнить, что ты считаешь, что у тебя есть болезнь, которая вызывает какие-то приступы, которые якобы не санкционированы. Но это не так. Запоминай, у тебя нет болезни, которые вызывают приступы. И ты спросишь, а что же тогда со мной происходит? Вот почему у меня далеко от дома возникает какое-то самочувствие, мне плохеет. Отвечаю, тебе не плохеет. Ты, выходя на улицу, или уже перед выходом, или выйдя на улицу, или куда-то попав, ты начинаешь верить сам в то, что здесь конкретно может что-то случиться. И здесь конкретно может мне стать плохо, а-ля с сердцем, а-ля с дыханием, а-ля еще с чем-то, и мне никто не поможет. Либо это будет выглядеть смешно и нелепо. То бишь, запоминай, ты сам пугаешь себя тем, что ты думаешь о том, что может произойти, например, на этой самой площади. То есть, чтобы испугаться, испытать паническую атаку, я должен, придя на эту площадь, сказать себе, ой, а вдруг со мной что-то случится, а вдруг все это увидят, какой кошмар, или я же далеко от дома, или я здесь один, а если я умру, как это будет выглядеть? Ну, вы знаете все эти автоматические мысли. И вот это вызовет у меня испуг. И, внимание, ты будешь испытывать испуг, а не какой-то приступ с органами. Поэтому ошибка номер три. Ты не испытываешь приступа. Ты испытываешь только на, всего лишь навсего, приступ страха, который ты сам себе создаешь. Следующая ошибка, или очень важная рекомендация, заключается в том, что когда ты начал думать, что у тебя возникают какие-то приступы, когда ты начал верить, что у тебя возникают какие-то проблемы, и у тебя там-то и там-то это происходит, и тебе нужна помощь, ты говоришь, я больше туда не поеду. Ну его нафиг. А вдруг я там умру, а вдруг я там умру, а вдруг мне там не помогут. Если тебя спрошу, а почему же ты до сих пор жив? Ты скажешь, мне повезло, но я поэтому не поеду в пробку, не поеду сам на машине, потому что вдруг что случится в пробке, и мне никто не поможет. Я не пойду на площадь, я не пойду далеко от дома сам, потому что вдруг что случится. Поэтому рекомендация номер четыре. Запоминай. Никогда не избегай тех мест, где ты когда-то пугался, потому что если ты будешь избегать пробки, если ты будешь избегать площадей, если ты будешь избегать похода в магазин, Если ты будешь избегать самостоятельного передвижения, ты всего лишь навсего закроешь себя дома, просто пествуя это и пествуя свою иллюзию о том, что это как-то тебе будет помогать. На самом деле помогать тебе это не будет, это будет только ухудшать всю ситуацию. Поэтому еще раз, никогда не избегай тех мест, где тебе кажется, что с тобой что-то случится, руководствуясь той информацией, которую я тебе сказал выше. Ошибка номер пять или рекомендация номер пять заключается в том, что тебе необходимо не использовать вспомогающие механизмы, а именно выложить все таблетки. Желательно выключить телефон, выложить его и не пользоваться помощью родственников. Проще говоря, тебе необходимо не подкреплять то верование, что тебе это может быть опасно. И ты говоришь, да, Алексей, я все-таки пойду сам, но у меня с собой будет феназепан на всякий случай, или корвалол, или я буду идти поговорить по телефону с мамой. Мама, как будто телефонный разговор с мамой спасает тебя от какого-то приступа. Ты просто-напросто успокаиваешься и не пугаешь себя. Поэтому рекомендация номер пять заключается в том, чтобы не таскать с собой фармакологию, не болтать по телефону с родственниками и не просить этих родственников пойти с тобой во время выполнения вот этого упражнения номер четыре, где тебе нельзя избегать тех мест, в которых у тебя была паника. Далее, здесь же берешь свой дом, например, в своем городе, и рисуешь несколько радиусов ближний, средний, дальний, очень дальний. Можно четыре радиуса, можно пять радиусов. В принципе, как тебе хочется. Да, пять-шесть радиусов без проблем. В каждом радиусе тебе надо отметить по три-четыре места. Например, первый радиус ближе к твоему подъезду. Что там находится? Подумай. Например, какой-то магазин, какая-то аптека, просто какая-то инфраструктура, в которой тебе долго находиться самому страшненько. Но, в принципе, выносимо. Вот это первый радиус. Второй радиус – это какие-то магазины, какая-то инфраструктура, где ты уже один передвигаешься с трудом. А вдруг что? Третий радиус – это, соответственно, вообще я туда не хожу. Ну и четвертый, пятый – это, соответственно, уже дальние радиусы, в том числе окраины города и так далее. Понятно? В чем история? История в том, что каждый день, два раза в день, ты должен посещать, не избегать, а посещать каждое из места первого радиуса, над которым ты работаешь, и, наоборот, провоцировать и выдерживать тот испуг, который ты будешь испытывать. Посмотри вот этот ролик, как справиться с панической атакой. Ты именно вот эти семь рекомендаций интегрируешь в каждую точку вот этого радиуса. Понятно? Отлично. Очень важно понимать, что тебе необходимо взять все радиусы города – первый, второй, третий, четвертый, которые ты нарисовал – и два раза в день системно их посещать, испытывая те семь эпизодов, которые ты увидишь в этом ролике. Если ты будешь каждый день по два раза в течение недели или двух системно посещать эти места, расширяя каждый раз радиусы дальше и дальше и дальше, вот только такая тренировка поможет тебе справиться с агорофобией. Очень важно понимать следующее. Вся твоя агорофобия заключается в веровании того, что с тобой что-то случится, и тебе никто не поможет. Запомни, у тебя нет никаких приступов, у тебя нет никакой болезни, у тебя есть просто привычка себя пугать. И все, что с тобой происходит на улице, вся вегетатика, вся проблема – это всего лишь навсего и спуг самого себя. То есть ты, если можно так сказать по-простому, болеешь привычкой пугать самого себя, веря в то, что у тебя могут случиться какие-то проблемы со здоровьем. Итак, давай подытожим. У тебя нет болезни, твои органы не видят, где ты находишься. Ты пугаешь сам себя, путая страх с каким-то приступом. Ты больше не избегаешь каких-то мест, где у тебя это было, веря в то, что тебе никто не поможет. Ты каждый день выписываешь новые шаги и сталкиваешься с ними, этими обстоятельствами, этими местами, используя вот эти семь шагов по проживанию панической атаки. И самое главное – ты каждый день это делаешь. Основная задача заключается в том, что тебе должно становиться скучно, например, на мосту. Тебе должно становиться скучно в тех местах, в которых ты проживал, испытывал когда-то панику. То есть ты должен прийти в какое-то место, прожить семь этапов проживания паники. И довести себя, не сразу убегать, что ты там, ой, я не умер, я побежал. Нет, тебе ты должен встать на этой площади, ходить полчаса, час, пока ты не поймешь и не докажешь себе, что ну где же смерть-то. То есть тебе придется потратить время, чтобы переубедить самого себя, что ты пугался, что место не связано с твоим приступом. Следующий момент очень важный, чтобы ты понимал по поводу жары, по поводу метро и по поводу каких-то пространств. Многим агорофобам кажется, что жара провоцирует их самочувствие или нехватка воздуха в метро провоцирует их самочувствие. Ребята, это не так. Просто-напросто жара или метро, это были обстоятельства, в которых вы когда-то пугались. И вы запомнили это. Никакая жара, никакое метро, никакой самолет, никакое другое место, площадь, люди не провоцируют ваших приступов. Объясняю почему. Ваши органы не видят, где вы находитесь. Жара, метро и прочие вещи никак не связаны с вашей паникой и агорофобией. Это понятно? Отлично. И еще одним очень важным упражнением для проживания и для борьбы с агорофобией и с паническим расстройством заключается вот то, что я говорил вам выше по поводу проживания в радиусах этого состояния и использования тех основных доводов, которые мы говорили с вами сегодня. Очень важно понять. Вот, предположим, смотрите, я вышел на улицу, вот я нахожусь в каком-то месте вашего города. И первое, что происходит, вам становится страшно, да? Вам начинает лезть в голову мысль, а вдруг со мной что-то случится. Таблетки я выложил, телефон я оставил дома, а вдруг со мной что-то произойдет. Вот, смотрите, вспомните вот эти семь этапов. Вы просто идете по вашему месту, по вашему радиусу, где происходит то, что вы боитесь, что с вами произойдет. И вдруг у вас возникает, допустим, страх или у вас возникает, допустим, какой-то вот этот ваш приступ. И вам становится страшно. Что надо сделать? Вот вы сели, например, на лавочку, или сели еще куда-то, или встали, неважно. И вот просто скажите себе, это всего лишь страх, это не сердце, это не голова, это не астма. Это просто приступ страха, где я сейчас сам себя пугаю. Вот просто сядьте и разрешите происходить всему, что происходит. Никуда не бегите, никуда не щемитесь, никуда не суетитесь. Вот просто сядьте и скажите себе, это просто приступ страха, я никуда не убегу, я не буду никуда бежать. Вы можете взять с собой водичку, можете взять водичку, но не надо никуда бежать. Вот просто сядьте это и проживите, просто расслабьтесь, не сопротивляйтесь, никуда не суетитесь, не бегите, не надо хвататься ни за что, просить о помощи, просто сядьте, расслабьтесь, позвольте этому страху пройти через ваше тело, используя термин для себя такой, что меня это не убьет, это безопасно, я доверяю своему организму, все в порядке. И никуда из-за этого места не нужно убегать, вот это очень важно, просто мужественно сядьте, не терпите, а расслабьтесь, доверяйте информации, доверяйте своему телу. Ошибкой здесь будет являться то, что вы сели, только бы не было, только бы не было, только бы я не умерла, а я уже почти умерла, а-а-а-а. Нет, вот так делать нельзя. Вы сели и сказали себе, еще раз, это просто приступ страха, я просто себя пугаю по привычке, мне ничего не грозит. И расслабились, вы просто сели и расслабились. Пересмотрите еще раз 7 вот этих этапов проживания паники. Не сопротивляемся, расслабились, пропустили весь этот испуг через свое тело, встали и спокойно пошли дальше. Без всякой суеты, спокойно, медленно, не напрягаясь. Это очень важно. Канал Невроза Мегаполиса рекомендует вам каждый день, если у вас есть агорофобия, выходить на улицу, отложить все таблетки, отложить телефоны, отложите все. И передвигайтесь каждый день, раздвигая свой радиус все дальше, дальше и дальше. Если вы сможете себе сказать, что это всего лишь навсего страх и испуг, он никаким образом мне не угрожает, он никаким образом меня не убивает. Я проживал уже много раз панику, она меня не убила. Миллионы людей проживали панику, вас их это не убило. Паника безопасна. Но если вы будете верить в эту химеру, что вы можете умереть на Красной площади, что вы можете умереть в самолете, что вы можете умереть в метро, если вы будете в это верить, вы будете пугать себя. А из-за этого испуга вы перестанете передвигаться. Вы хотите так жить? Я не уверен. Поэтому я вам рекомендую взять себя в руки, все это просмотреть, выписать радиус, выписать упражнения, выписать основные тезисы и каждый день делать эти упражнения. И вы справитесь и с паникой, и с агорофобией. А дальше приступите к терапии самого невроза. Канал Невроза Мегаполис Алексей Красиков желает вам хорошего настроения, мужества и понять, что все зависит только от вас. У вас есть все, чтобы с этим справиться. Начинай. Увидимся на канале. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok